Друзья, сегодня я хочу вам рассказать про небольшую, скажем, особенность игры RollerCoin. Именно я поговорю про вот этот улучшенный компьютер. Мне осталось сыграть одну игру, я получу самый максимальный компьютер, то есть с максимальной мощностью, которая есть в игре. Прежде чем я расскажу про особенность игры RollerCoin, мне нужно вначале сыграть вот эту одну оставшуюся игру, и потом я вам расскажу это. Итак, давайте выберем одну из этих игр. Видите, у меня здесь третий уровень, здесь пятый, здесь третий. В основном я играл эти игры. Ну, выберем вот этот CoinMatch. Это последняя игра, и я получаю максимальный компьютер. Так, конечно же, со временем они усложняются. Так, где у нас пара. И вы знаете, что для игр вот здесь время отсчитывает. По истечению этого времени игра закончится. И главное, когда вы набираете уровень компьютера, главное в этих играх выигрывать. Потому что если вы сыграете в игру, но при этом проиграете, вы не получите это как очко для улучшения компьютера. То есть там вот, допустим, пишет, вам осталось столько игр до достижения этого компьютера, а вы сыграли и проиграли, то это число так ими и останется, оно не изменится. И вот, друзья, как видите, я получил этот максимально мощный компьютер. Максимально мощный компьютер. Итак, you have been upgraded to a brand new Roller Mac Pro computer. Now your power will last for 168 часов. You should win at last one game every 24 часа. Ну, короче, здесь написано, что теперь мощность будет поддерживаться в течение 168 часов. Господи, я уже забыл, как это говорить. Вот, это где-то 7 дней, да? Вот, и при этом вам достаточно сыграть в одну игру в течение этого времени, чтобы мощность всегда оставалась на уровне, да? То есть, чтобы компьютер всегда оставался вот таким вот мощным. Но на самом деле здесь все не так, и об этом как раз я и скажу вам сегодня. Итак, я забираю свою награду. Видите, я сыграл 60 игр в течение 24 часов. То есть, в течение целых суток со вчерашнего дня я сыграл 60 игр. То есть, я немного играл вчера, где-то 30 игр, и сегодня тоже 30 игр. Окей, давайте вернемся на главную страницу, вернее, на страницу с играми, и посмотрим. Итак, да, вот 7 дней будет держаться моя мощность. Видите, больше нету никаких уровней. Это максимальный. You have max PC level. Теперь давайте перейдем домой. Убедимся в том, что у нас действительно самый мощный комп. Вот. Он будет поддерживать вот такую вот мощность. Вместе с моими майнерами, вместе с теми играми, которые я сыграл. Мощность, которая аккумулировалась. Теперь будет этот компьютер все это время держать. Но на самом деле мы подходим к самому главному, друзья. Достаточно вам в день не один раз заходить и играть, а два раза. Потому что, если вы один раз зайдете, сыграете, то велика вероятность, что на следующий день вы забудете зайти на сайт и сыграть. При этом вы потеряете вот этот компьютер, который у вас сейчас есть. Если вы хотя бы прогадаете на, там, не знаю, на минуту, на две, ну, поздно зайдете. Если же вы сыграете, если зайдете на сайт два раза, да, допустим, днем и вечером зашли, тем самым вы продлеваете вот это время, которое указано здесь. Что это за время? Смотрите, как только вы сыграете хотя бы в одну игру, время сразу меняется на 24 часа. То есть с этого момента мощность будет продолжаться, оставаться в течение суток. Понимаете, да? Вот вы можете, например, через час снова сыграть, и у вас это время снова сменится на 24 часа. И то, что здесь написано, что мощность будет держаться в течение 7 дней, на самом деле это не так. Так, мощность будет держаться всегда. Обратите внимание на слово всегда, но в том случае, если вы хотя бы, как я уже сказал, два раза в день будете заходить на сайт и играть хотя бы в одну игру. И при этом, обратите внимание, не обязательно выигрывать. Раз вы сыграли, то вы вот этот таймер продлили снова на 24 часа. Так, еще раз говорю, не 7 дней будет держаться эта мощность, а ровно столько, сколько вы будете поддерживать этот режим. Почему я так говорю уверенно? Потому что у меня был компьютер, вы знаете, тот черный. То есть вот ПК левел 3, вы можете посмотреть моё предыдущее видео, там вы увидите этот компьютер. То есть уровня 3. И если вы посмотрите на дату этого видео, оно снято очень давно, ну относительно очень давно. То есть там уже 5 дней прошло. Вот я снимаю сейчас это видео новое. Это гораздо больше, чем 5 дней, да, которое требовалось на поддержание мощности того компьютера. А у меня до сих пор, до вчерашнего дня, если бы я не прогадал, если бы я не забыл зайти на сайт, вот, у меня оставался этот компьютер. Отсюда я пришел к выводу, что нужно просто постоянно поддерживать вот этот режим. То есть чтобы у вас постоянно здесь было 24 часа, ну или большое количество времени. А для этого нужно хотя бы 2 раза в день заходить. То есть 1 раза может просто недостаточно быть, вы забудете, а 2 раза вы будете постоянно помнить об этом. И тем самым больше у вас будет времени. Вот. Значит, еще раз фишка в том, что компьютер вам дается навсегда. Но в том случае, если вы будете каждый день заходить 2 раза на этот сайт и играть также по одной игре. То есть в итоге получается 2 игры в день. Понимаете, да, какая-то хорошая штука. Но если вы, если вы, как я вчера, например, прогадали время, забыли, зашли, увидели старый компьютер, как это было со мной вчера, я зашел на сайт, смотрю, у меня белый монитор. Но не этот белый, а тот старый белый монитор, да, старого компьютера. Я говорю, нифига себе, я забыл зайти на сайт. И вот поэтому мне пришлось вчера сыграть 30 игр. А почему 30 игр? Потому что для второго уровня компьютера, ну, первый этот самый старый, да, считается так. Для второго уровня требуется 10 игр, для третьего уровня требуется 20 игр. Да, и еще один момент забыл вам сказать. Вот смотрите, я играл вчера и сегодня. То есть 30 игр вчера, 30 игр сегодня, не сразу в день. Почему я сделал так? Во-первых, потому что я устал, ну, 30 игр сыграл, я устал, 60 игр это много. И кроме того, уровни, которые я нарастил вчера, сегодня сбросились. И сегодня вот эти 30 игр, которые я сыграл, я играл их на легких уровнях и проходил их быстрее, чем если бы я играл их вчера. Вы поняли, да? То есть вчера я бы дошел, например, до вот этого уровня, и остальные 30 игр, которые мне нужно было сыграть после прохождения 30 игр, мне давались бы с трудом. Они бы были более сложными и время тратилось бы больше. Понимаете, да? О чем я говорю? Поэтому лучше просто потерпите, сыграйте 30 игр в один день, и на следующий день снова 30 игр. Таким образом вы получите этот мощный компьютер, и он будет у вас всегда оставаться таким же, то есть с уровнем 4, но при условии, если вы будете заходить дважды в день и играть в игры два раза. Ну, как я уже говорил, ну не буду повторяться, потому что я уже очень много этого сказал. Вот. Я думаю, я достаточно понятно это объяснил, друзья. Друзья мои, вот таким вот наблюдением я хотел с вами поделиться. Я думаю, возможно, кому-то это оказалось в новинку, вы это не знали, теперь вы знаете точно, как это работает. Вы можете сами посмотреть это, то есть проделать все, что я сделал, и в этом сами убедиться. Также, если вы знаете какие-то фишки, секреты относительно этого сайта RollerCoin, то напишите об этом в комментариях. И также напишите, какое у вас место на этом сайте. Будет интересно и мне, и моим подписчикам, зрителям, гостям нашего канала Addams Channel. Ну, а на этом все. Благодарю вас за просмотр. Работайте на сайте RollerCoin, зарабатывайте криптовалюту, будьте здоровы, успешны и до новых встреч.